10 суток подсчета голосов и установления результатов, целый ряд скандалов и смерть в очереди, чтобы сдать протоколы. Таковы околополитические итоги выборов в Одесский городской совет. В чем же причина? Эксперты, кандидаты в депутаты в один голос заявляют, что причин несколько. Дело и в самой избирательной системе, и в поведении членов отдельных комиссий, и в целом в организации процесса на местах. Подсчет длинный идет как по объективным причинам, так и по субъективным причинам. Те изменения в законодательстве, которые были связаны с местными выборами, сделали этот подсчет объективно достаточно долгим. В этот раз комиссии считали по несколько суток. И по сути дела, это люди, которые там находятся, они совершают, можно сказать, подвиг. То есть они находятся там сутками, с перерывами небольшими на короткий сон, часто спят прямо на территории избирательных участков. Но вот в комиссиях, как у нас, как и в Киевском, как и в Суворовском районе, это связано с противостояниями в основном двух политических сил. Процесс передачи документации от участковых в территориальные занял львиную долю времени по причинам следующим. Во-первых, то, что первая организационная часть, что самих участковых очень много. Ну, то есть у нас в городе Одессе их больше 300, территориальных всего 4. Если участковые комиссии неправильно заполнили протоколы, допустили ошибки, их отправляют на уточнение или повторный подсчет. Ну, то есть пока не приведут в порядок документацию, ее не могут принять. Из-за этого это вторая причина затягивания. Ну, а третья причина. Кандидаты включались, вмешивались в процесс, создавали какие-то скандалы, создавали там минирование, отключение света и так далее. И что процессу не содействовало. Продействовало.